Доброе утро, амурчане и все те, кто смотрят нас онлайн. Это прекрасное пятничное утро. Для вас проведем мы, Евгения Монакова. И Николай Ковалев. Мы действительно рады, что мы встречаем этот день вместе с вами. Надеюсь, это чувство взаимно. Ну а мы будем продолжать вас радовать приятными новостями. Знаешь, какую новость приятную сегодня будем рассказывать? Конечно же, знаю. Амурский мед появится в корейских магазинах. Да не простых корейских магазинах, а корейских магазинах на диване. Мне кажется, они там очень популярны. Кстати, совсем скоро начинается сезон сбора меда, поэтому я думаю, что наш мед потечет рекой и не только в Корее. Правда же? Естественно, он потечет рекой, потому что провели исследование и предположили, что за один час эфира планируется продавать до 10 тонн этого амурского деликатеса. Вот это да. Посмотрим, какими будут раскладки потом у продажников. Я надеюсь, они это опубликуют. Ну а сейчас мы узнаем о том, какие сюжеты ждут вас в нашей программе сегодня. Покажем сюжет про мастерицу, хобби которой превратилась в бизнес и стала приносить доход. Напомним, что в этот день, в 2017 году, произошло сковородино. Изучим новости дальневосточных соседей. В каждом регионе происходят свои необычные события. Назовем сегодня также имя победителя конкурса «Область вкуса АО ТВ». Будет у нас яркий музыкальный гость с песней про Благовещенск. Все это мы приправим добрым и ярким гороскопом. А сейчас предлагаем ознакомиться с главными событиями из жизни при Амуре. Корреспонденты нашей службы новостей расскажут о самом важном и интересном в течение ближайших 10 минут. А затем вернемся вновь в студию. Мы Николай Ковалев и Евгения Монакова. А сейчас самый любимый наш момент программы. День объявления праздников в этот чудесный день 3 июля. Какие же праздники сегодня есть? Вот один, по крайней мере, точно знаю, и он очень большой и важный. Это день ГАИ России. Ну, нынче называют ГАИ ГИБДД. Кстати, я до сих пор не могу привыкнуть к этому. У меня слово ГАИ почему-то ближе и роднее. Не знаю почему. Ну что ж, мы поздравляем всех тех, кто следит за порядком на дороге. Всех тех, кто просвещает, образовывает и спасает, в общем-то, все наши жизни. Ну, а праздник, у него очень давние корни. Еще в 1936 году было образовано это ведомство. И в первых правилах, я, наверное, зачитаю, можно? Хорошо. Я в первых правилах зачитаю, о чем говорилось. Итак, все уличные движения обязаны придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозки. Ручная повозка уступает дорогу извозчику. Извозчик уступает дорогу автомобилю, а автомобиль уступает дорогу специальному автомобилю, либо автобусу. Вот такие вот были правила. Все правильно, логично и последовательно. Так, кто больше, тому и уступаешь. Все просто. Но, в принципе, это не единственный праздник, который отмечается сегодня. Сегодня мы от всей Мурской области хотим в этот день передать огромный привет всей республике Хакасии и республике Алтай, которые отмечают свой день образования именно сегодня. Поэтому привет вам! Да, сегодняшний день не очень густ на праздники, но есть несколько интересных и памятных событий. Вот, например, в этот день начался суд по делу о гибели Титаника. Все мы помним фильм, все мы помним события. И вот в этот день начали разбирать ситуации, кто был виноват и что делать. Вот такое событие интересно. А еще в этот день наверняка много всего происходило в Амурской области. Поэтому давайте посмотрим нашу рубрику «День в истории». Оксана Холодова все подробно расскажет. В 2010-м в Преамуре прилетел президент России. Дмитрия Медведева встречала делегация первых лиц области во главе с губернатором. За час до прибытия самолета главы государства в областной центр прилетел самолет с московскими журналистами. Дмитрий Медведев провел совещание по таможенной и миграционной проблематике в приграничных районах, а также встретился с руководителями муниципальных образований Амурской области. В 2012-м в Белогорске ограбили самый крупный магазин ювелирных изделий. Он был расположен в центре города. Проделав и дыру в рольставнях и вскрыв сейф, воры украли украшения примерно на 30 миллионов рублей. В магазине находились еще два сейфа, но их не тронули. Иначе сумма похищенного возросла до сотни миллионов рублей. Кстати, по словам амурских сыщиков, в последний раз грабители взломали сейф одного из амурских предприятий, где было 12 миллионов рублей. В 2014-м неизвестные напали на сотрудницу АЗС около села Талдан Сковородинского района и похитили из сейфа 800 тысяч рублей. Злоумышленники применили слезоточивый газ и потребовали деньги. По факту грабежа возбудили уголовное дело. В тот же день оперативники установили личности и местонахождение троих подозреваемых. Часть похищенных денег преступники вернули, отдали полицейским и баллончик со слезоточивым газом. В 2015-м амурчане начали покупать полисы ОСАГО через интернет. За первые сутки с момента старта электронных продаж в России было продано всего 136 полисов. Первые итоги покупок в сети были далеки от оборотов продажи бумажных полисов – 150 тысяч в сутки. Эксперты советовали на всякий случай распечатывать электронные документы на принтере и возить с собой. В 2016-м режим ЧС ввели в пяти районах Преамурия. Водители просили воздержаться от поездок в связи с подтоплением участков дорог. На территории области в результате прохождения дождевого паводка были подтоплены 105 жилых домов, в которых проживало почти 200 человек. В 2017-м в Сковородине возле здания ЗАГСа установили памятник святым Петру и Февронию. Монумент создали скульпторы мастерской Сергея Букина, которая находится в Санкт-Петербурге. Скульптуры высечены из белого мрамора, высота всей композиции – 2 метра 30 сантиметров. Деньги на неё, а это 405 тысяч рублей, выделили спонсоры. Открытие памятника святым Петру и Февронии приурочили к столетию органов ЗАГС в России. На торжественной церемонии побывали настоятель храма Андрея Первозванного и романах Василий, начальник областного управления ЗАГС Наталья Томилова и глава района Алексей Прохоров. В 2019-м град побил в Преамуре посевы на 2000 гектарах. Наибольший урон был нанесен хозяйством Тамбовского, Константиновского, Белогорского, Ромнинского, Архаринского, Ивановского, Октябрьского и Михайловского районов. Пострадало почти 6000 гектаров посевов, в том числе от переувлажнения более 3000 гектаров, от градобития 2600 гектаров. Свои посевы застраховали 9 хозяйств, из их числа пострадало только одно. А между прочим, жители Благовещенска действительно уникальны. Это доказывает тот факт, что куклы ручной работы, которые делает одна из жителей Благовещенска, за ними охотятся везде. И в Европе, и в США, и в Канаде, и в Саудовской Аравии, между прочим. Ты знаешь, что такое Блайс? Ну, честно говоря, я не знаю, что такое Блайс, но уверена, что ты нам всем расскажешь. Ну, я тоже сама с этими куклами познакомилась буквально недавно, потому что я не знала, что существовали когда-то такие куклы. Производились они в 1970 году. Когда-то они были на поточном производстве, но решили, что они слишком пугающе выглядят, сняли их с производства. И после этого их уже возродила кустарным или ручным способом жительница Благовещенска. И вот что у нее из этого получилось, мы увидим прямо сейчас. Рабочий уголок небольшой. Он замаскирован под шкафчик, потому что находится просто в зале, да, куда могут приходить гости. И можно все это просто вот так прикрыть, и ничего не будет видно. Куклы Блайс в квартире Екатерины Бурлак поселились больше четырех лет назад. Хобби переросло в бизнес, и теперь девушка планирует создать настоящую мастерскую. Работала в офисе несколько лет, и после ухода в декрет я из него так и не вышла. Вот, как и многие начинающие хендмейдеры. Увлеклась шитьем, вот, сначала шила игрушки, потом перешла на куклы, и вот так постепенно уже начала заниматься Блайс коллекционными куклами. То есть это уже такая работа посерьезней, хобби посерьезней, вот, и подороже. Первые два года средства от продажи кукол шли на закупку материалов. Теперь хобби приносит доход. Игрушки раскупают через интернет-магазины. Средняя цена от 15 до 25 тысяч. На производство одной куклы уходит до 20 часов. И поначалу они выглядят непривлекательно. Стандартная болванка. Они все, абсолютно все, вот с таким лицом. То есть вот, да, такое. Из этого потом в процессе я делаю вот что-то подобное, и в результате получается вот то. Это 67-я кукла по счету. Зовут Анжела. Каждый мастер дает имя, и выбор зависит от глаз. Считается, что у кукол Блайс живой взгляд. Это фотография реальных человеческих радужек. Ну и, наверное, поэтому еще их так вот как-то очеловечивают. Ну, это уже фантазийные такие. Когда кукла делается на заказ, Екатерина может придать ей черты близкого человека или скопировать известного героя, по желанию заказчика. Сейчас мастерица работает над 68-м экземпляром. Им станет Джокер, персонаж из комиксов. Заготовки отливают из толстого пластика. Характерные черты лица мастер создает, используя аппарат для маникюра. Затем акварельными карандашами и сухой пастелью наносит кукольный макияж и покрывает матовым лаком. Прическу делает из козьей шерсти или искусственных волос. Пошив одежды и обуви тоже индивидуален для каждого экземпляра. Последний этап – фотосессия для Инстаграм и интернет-магазина. Процесс создания каждой куклы Екатерина подробно рассказывает на своем YouTube-канале. Нелли Козлова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. 30-30 и снова 30, Евгения. Это не модельные параметры, Коля, я точно поняла. Это не модельные параметры, это наконец-то лето к нам пришло. Это прогноз погоды на выходные. Отличная солнечная летняя жара, которая наконец к нам пришла. А вот в какие именно регионы и города она пришла, вы узнаете из нашего прогноза погоды. Ну что ж, порадуйте нас, синоптики. В жизни часто бывают такие ситуации, в которых ты попал неожиданно, но потом запомнил на всю жизнь. Это правда. Бывали ли у тебя такие события? Коля, бывали. Но есть вообще топчик самых-самых часто случающихся. Это вот когда лампочку пытались себе в рот засунуть и травматологи вытаскивают. Я, кстати, вот в этот топ тоже вошла. Я лично в детстве когда-то прилипала языком к лестнице металлической. Ну надо же было проэкспериментировать. Вообще детство это пара экспериментов, поэтому кто ж нас за это осудит. Правда? Евгения, ты в этом не одинока, я тоже языком прилипал. Не помню к чему, но помню, что было неприятно. Вот видишь, у нас были общие какие-то детские воспоминания. Так вот, подобный случай совсем недавно произошел в Биробиджане. Там мальчик пытался пролезть сквозь забор, и у него застряла нога. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые его вызволили. Об этом написал портал Биробиджан Рия. Ты знаешь, я больше удивилась, если бы он летом прилип все-таки к какому-нибудь металлоязыком. А так все нормально, но дети действительно порой экспериментируют. Хорошо, что истории хорошо заканчиваются. Я надеюсь, что у наших соседей по Дальневосточному региону тоже только веселые исключительные истории с хорошим концом. Археологи обнаружили в Приморском крае останки гигантской белки-летяги. Исследовав зубы древнего животного, ученые пришли к выводу, такой вид гигантских летяг еще нигде не был найден. В полете кожные мемраны, так называют крылья, могли растягиваться до полутора метров. В рацион вымершего вида входили насекомые, листья и фрукты. В Забайкальском крае позаботились об экологии. 200 тысяч мальков-пеледи выпустили в озеро в Чатинском районе. Компенсировать ущерб, нанесенный природе, решили организации, использующие природные ресурсы края. Ледяные сугробы из градин обнаружили жители поселка в еврейской автономии утром 2 июля. Очевидцы сообщают, такую грозу еще не видели. Сверкали вспышки молний, и град барабанил, как при артобстреле. Утром увидели сугробы и деревья без листвы, ее сбило осадками. Атаку стихии не выдержал даже асфальт, что говорить об автомобилях и урожае на огородах. В городе Ахе на Сахалине заметили двух медведей, разгуливающих рядом с многоквартирными домами. Косолапые гуляли по людной дороге, ведущей от домов к морю. Оперативной группе лесничек пришлось ликвидировать хищников. Сахалинский театр «Кукол» подвел итоги сезона. Актеры показали публике 60 спектаклей. Этот сезон привлек около 40 тысяч зрителей. До пандемии было много гастролей и фестивалей. Зато из-за коронавируса работники театра научились делать онлайн-представления. И даже провели в таком формате фестиваль, в котором приняли участие театры из девяти стран. Вот и настал этот день и час. Третье июля, значит, пришло время подводить итоги конкурса. Небольшая барабанная дробь. Область вкуса АОТВ. Мы так рады с Колей, потому что это действительно самый потрясающий конкурс. Мы понимаем прекрасно, что участников было немного, потому что условия его были непростыми. Правда же? Да, необходимо было приготовить блюдо из амурских продуктов, либо какой-то исконно найти амурский рецепт, выложить в своих социальных сетях вместе с рецептом. Итак, настало время определить победителей. Ну давай, не томи, я знаю, что листик вот этот заветный у тебя. Итак, первое место завоевал окрогрин. Это окрошка на основе микрозелени. Нас всех действительно поразил этот рецепт. Он очень простой и такой интересный. Ну а второе место заняла Талаканская щука, фаршированная. Когда я увидела эту фотографию в социальных сетях, я сразу поняла, что ну вот точно же победитель. Правда, Коль? Итак, с победителями свяжутся наши редакторы и расскажут, какие призы и как их можно получить. Ну а у нас время новостей на нашем телеканале. О самом важном и интересном расскажут наши корреспонденты. Ну а через 10 минут мы вновь вернемся в студии. И впереди у нас очень интересная гостья. Мне кажется, сейчас то особенное время, когда предсказанием и гороскопом мы верим все больше и больше. Я знаю, что очередь у астрологов расписана буквально на несколько месяцев вперед. Нам всем хочется немного определенности в нынешнее время. Поэтому давайте и мы познакомимся сейчас с вами с прогнозом, который составил наш редакционный астролог специально для вас. Гороскоп на 3 июля. Луны. Не стоит грустить. Экстренно выполняйте работу и отдыхайте. Разрешается все. Игры, природа, шашлыки. Но от алкоголя откажитесь, особенно если страдает желудок или печень. Неожиданная прибыль улучшит настроение. Тельцы. Сегодня нужно быть не только милым в общении с людьми, но и остроумно. Эти качества будут цениться больше всего. Но не переборщите с шутками. По плану придется выполнять бытовые дела, иначе запутаетесь в элементарном. Близнецы. У вас отличная физическая форма и заряд бодрости. День проведете в общении с друзьями и с приключениями. Профессионализм в работе поможет взяться за новые проекты. Финансовое положение стабилизируется. Раки. Пора писать заявление на отпуск, если основательно устали и морально выдохлись. Прекрасный день для поездок, причем в разные направления. В любви все складывается как нельзя лучше. Берегите такие отношения. Львы. Сегодня дорога каждая минута. Нужно переделать кучу заданий. Замечательный день для возмещения ущерба, но только самому себе. Если что-то упустили в денежном плане, то компенсируйте. Свидание с избранником пройдет чудесно. Девы. Хорошо там, где нас нет. В этом вы убедитесь на все 100%, когда откажетесь от поездки в гости. Тем более, что все знаки судьбы указывают на рабочий процесс. Если не проигнорировать важные дела, то можно заметно укрепить финансовое положение. Весы. Восстанавливайте силы для новой работы. Скоро ее будет до неприличия много. Если наметили путешествие, то обязательно все фиксируйте. Впечатления будут незабываемыми. Скорпионы. Вы окажетесь в такой приятной компании, что уходить не захочется. Возможно, вы влюбились. Время покажет. На работе будут неожиданные предложения, но лучше рассмотреть их позже, в спокойной обстановке. Стрельцы. Творческим людям придется метаться между нескольких огней. Их свет затпевает разум. Если сделаете неверный выбор в плане работы, то не рассчитывайте на карьерный рост. Личная жизнь отодвинется назад. Козероги. Вы слишком бурно реагируете на внешние перемены. Окружающие это вряд ли поймут. Будьте уравновешеннее. Мутить воду в чистой воде – вот чем займется любимый человек. Обычный спор может дойти до скандала, если вовремя не включить разум. Водолей. Звезды рекомендуют временно уединиться, если есть о чем подумать всерьез. Как ни странно, но вам будут мешать даже самые близкие люди. Мысли скачут, настроение депрессивно и вообще ничего не хочется делать. Глоток свежего воздуха, речка и теплый песок – вот в чем себя не ограничиваете. Рыбы. Сегодня раздражать будет все, но не стоит так волноваться и бунтовать. Все наладится. Если причиной стали ваши надуманные причины и ревность, то успокойтесь. Человека нереально изменить, пока он сам этого не захочет. А мы продолжаем. И теперь в нашей студии прекрасная авторская музыка. Все потому, что к нам в гости пришла Наталья Павлова, преподаватель вокала, сочинитель, автор и исполнитель собственных песен, и не только собственных. Но об этом мы сейчас и узнаем. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Доброе утро. Ничего не приврали, не преувеличили. Все правда. Это хорошо. Действительно радостно. Когда начали сочинительством заниматься? Потому что, безусловно, это очень непростой, творческий и крайне напряженный труд. В своем раннем детстве... Раннем этого сколько? В раннем, ну, лет 10 мне было. Я написала стих, что-то там про природу, я сейчас уже не вспомню. Вот. И что-то вдруг меня осенило, что мне нужно, наверное, все-таки на гитаре поиграть. Почему бы нет? Почему все да, а я нет? Взяла в руки гитару. И песни, на самом деле, стали складываться не из стихов. Я думала, буду писать стихи, и будет получаться музыка. Но нет, не тут-то было. Сразу, взяв гитару, какие-то аккорды, одновременно с аккордами приходили слова. То есть это все как-то в совокупности, да. Слушайте, я была всегда как-то уверена, что это все-таки отдельно. Я тоже была в этом уверена. На самом деле, это у всех по-разному происходит. Я думала, что все, да, сначала пишут музыку, потом отдельно к музыке слова. Ну, как-то у меня вот так вот происходит, что одновременно. Ну, а что вас подвигает писать песни? Знаешь, что у вас есть песни про Благовещенск, есть песни неделимы про карантин. То есть какие-то актуальные события из жизни заставляют что-то написать? На самом деле нет. Я могу, допустим, писать что-то не по своим каким-то стандартам, по своим переживаниям, а что-то выдуманное. Допустим, про каких-то выдуманных персонажей. Какой, например, выдуманный персонаж? Я просто могу, допустим, придумать какую-нибудь историю в своей голове или посмотреть на каких-то людей. Что-то меня вот к этому сподвигает, и мне становится интересно, и слова идут сами. Но если вдруг я начну писать через силу, допустим, я взяла лист, начинаю писать, потому что не идёт, а писать нужно, потому что если не будешь писать, придёт ступор творческий, и всё, до свидания. Так вот, я беру, пытаюсь, оно не идёт. То есть через силу я никогда не напишу. Это точно. Поэтому нужно подождать какое-то время, пройдёт вот этот вот период, когда у тебя не идёт, и оно всё-таки потом приходит, и нужно срочно брать и писать. Иначе уйдёт и не придёт ещё долго. Сколько уже написано в общей сложности произведений? Считали? Ну, если не считать песни, которые записаны уже у меня материал, то есть МП-3 варианты, а те, которые ещё не аранжированные песни, их около, ну, где-то 40-50, может быть, есть таких нормальных уже, как бы, в силу моего возраста и всего вот этого, что они хорошо, адекватно слушаются. Да. Считай песни только те, которые нравятся, и те, которые актуальны. Которые мне нравятся, да. А в общей сложности там даже не считаете. Я как-то их в мусор уже, я не хочу с ними связываться и что-то из них делать. Ну, и в итоге музыка и сочинительство стали, собственно, вашей профессией, ведь вы теперь преподаёте. Да. А можно научить человека писать песни? Или только исполнять, а дальше придёт или не придёт? Я не пробовала научить никого писать песни. Я думаю, что если человек может писать стихи, то есть писать стихи, это обязательно чувство ритма должно быть, то есть чтобы не было, как белый стих, не понять, что за чем идёт. Вот если есть чувство ритма, если есть талант писать стихи, то можно написать музыку. Походил, полялякал, пананакал, что-то сочинил. У вас с учениками есть такой совместный опыт? А чтобы сочиняли ученики? Да. Нет, такого опыта нет, чтобы сочиняли. Есть опыт, вот сейчас мы, допустим, организуем маленькую рок-группу детскую. Мы делаем из ребят коллективчик небольшой, пока в процессе. Возможно, они потом что-нибудь шандарахнут в нашем городе интересное. Ну, мы гитара, она ждёт своего часа, как ружьё на стене. Вы просто обязаны взять гитару. Какую песню будем исполнять? Ну, я думаю, может быть, припевчик неделимых, так как она у меня последняя записанная новая. Не последняя, но крайняя. Давай я стану моногамным, как дельфин. Давай закроем этот город на карантин. Ты покажи, что между нами не война. Я покажу, что не один ты не одна. Пересекай ледовитый океан. Тебя ни с кем не разделю и не отдам. Давай помаленько этот ухин на руке. Сегодня вечером пройдёмся вдалеке. Задыхается воздух тишиной Между штилем и бури и трещина Между нами с тобой всё взвешено Мы друг другу нужны бешено Задыхается воздух тишиной Между штилем и бури и трещина Между нами с тобой всё взвешено Мы друг другу нужны бешено Здесь нужно обязательно аплодисменты. В городе Благовещенске у нас в барах Обязательно просят по Земфиру По Арбенину. То есть немножко обидно, что своё творчество Отодвигается как-то обществом. А для тех, кто посмотрит нашу программу Увидит вот одну песню Ещё уверен будет ещё одна Как можно познакомиться с вашим творчеством? То есть какие-то площадки, где найти, послушать? Ну, во-первых, в Инстаграме у меня есть Я там очень часто что-то новенькое туда закидываю На площадках Но если не брать, отбросить, допустим, кафе, рестораны, бары То это, может быть, площадки ОКЦ Ну, какие-то общественные мероприятия Где приглашают певцов Там вы со своей группой выступаете, да? Со своей группой, да, выступаем на ОКЦ Вообще стиль какой? Как бы вы жанр обозначили? Ну, наверное, поп-рок, я так скажу Свой жанр То есть у меня, я могу, допустим, написать что-то хулиганистое Более такое, ближе к шансону, может быть, даже а-ля Вот так Что-то может быть такое лирическое, драматическое С моментами какой-то философии То есть все как-то у меня так Сколько времени уже активно выступаете? И появились ли действительно свои поклонники творчества? Вот мы знаем, что у нас в коллективе, например, есть люди Которые искренне совершенно говорят, что Наталья Пишет потрясающую музыку Поклонники есть, конечно же Есть свои слушатели, благодарные зрители Все это Я очень рада, что у меня есть такие люди Которые идут за мной, держатся за мое творчество Ждут чего-то нового Это очень приятно всегда А теперь, мне кажется, вновь стоит в руки взять гитару Только теперь, наверное, не из актуального и свежего А, наверное, может быть, из любимого Вот есть такая композиция? Самая-самая любимая Так, самая любимая моя Да, конечно Самая моя моя Ну вот Ну я думаю, будет в тему, наверное, спеть про Благовещенск Ну давайте Она веселенькая Была посвящена дню рождения города Это годовщине? Нет, это было года 4 назад, наверное, или 5 даже Я вот уже что-то не вспомню Ну вот мы ее также со своим составом играли Кто на работу, кто с работы Кто-то из дома, кто домой Если вчера была суббота Значит, сегодня выходной Сегодня выйду я на площадь Пожму я руку и лечу И, посмотрев через границу На всю Россию закричу Благо, что город есть Благи, хвала и честь Город, благая весть Закружит благи вещанием благей Я поражен, жизнью я окружен Счастьем я заражен Приношу свои признания Несутся желтые маршрутки Вне конкуренции с такси Кто-то не спит вторые сутки Чтобы кого-то подвезти Да, еду до микрорайона Потом обратно укачу И по центральному району Я полетать еще хочу Благо, что город есть Благи, хвала и честь Город, благая весть Закружит благи вещанием благей Я поражен, жизнью я окружен Счастьем я заражен Приношу свои признания И вновь аплодисменты в нашей студии Благовещенцы и настоящие бывшие Все так прям порадовались Песня-то какая, вот она прям про наше Вот она практически то, что вижу То получается и попадает в строки Ну что ж, Наталья, вам правда Спасибо огромное за то, что вы пришли к нам Украсили наш эфир, потому что Мне кажется, потрясающе весело Желаем вам творческих успехов Больше подписчиков И, конечно же, известности и альбомов Наша утренняя программа К великому для нас, Евгения, сожалению Подошла к концу Но это не повод переключать канал Потому что наши коллеги подготовили много Очень ярких, интересных программ Действительно, мы не очень любим тот момент Когда нам приходится с вами прощаться Искренне приятно проводить утро В вашей компании Надеемся, что вам тоже сегодня все понравилось С вами встречали утром мы, Николай Ковалев И Евгения Монакова Всем удачи, пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok